Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть якова истину, блажите Тебя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувима, славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, Слово Рожешу Исущую, Богородицу Тебя величаю. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресе измертый Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причисты Твоей Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых. Помилуй и спаси нас, якова благости человека любит. Аминь. Боже, будь милостью ко мне, грешному. Создай в имя Господи и помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешного, яка не кори же благое сотворих пред тобою, но избави меня от лукавой, да будет мне воля твоя, да неосужденно отверзу уста мои и недостойно восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Царю Небесный, утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прийди, вселися вны, и очистины от всяких скверны, и спаси блажи души наши, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши. Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Отче наш, иже исти на небесе, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як же и мы оставляем должников нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, сила и слава вовеки. Аминь. Поставши от сна, припадаемте блажь, ангельскую песнь попеемте сильной. Свят, свят, святости Божию, Богородицу, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрая сна, возьми к миссии Господи, умой просвети сердцу. Снимай, отверзивай, ежепетия Тя, святая Троица. Свят, свят, святости Божию, Богородицу, помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, и кое-го же деяния обнажаться. Но страхом зовем полунощи, свят, 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 если Божию, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многих родов благость и долготерпение. Не прогнелся на меня ленивый и грешный, не погубил меня с беззакониями моими. Но человеколюбствовал Еси обычно, и в ничиане лежащего воздвигом Еси. Во ежиутривеньте, славословите державу Твою, и ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные. Отверзли мои уста, поучайте со словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании сердечным, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И прийдите, поклонимся Цареве нашему Богу. Прийдите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Прийдите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю и Богу нашему. 77-й Псалом Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваших словам уст моих. Открой уста мои в притчи и произнесу гадание с древности, что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам. Не скромно детей их, возвещая роду грядущему, славу Господа, и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он постановил устав Ивякови и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его. И не быть подобны отцам их, родоупорному и мятежному, неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились назад к Дембрани. Они не сохранили завета Божия и отреклись ходить за кони Его. Забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им. Он перед глазами отцов их сотворил чудеса в земле египетской, на поле Циан, разделил море и провел их через него, и поставил воду стеною, и днем вел их облаком, а во всю ночь светом огня. Рассек камень в пустыне и напоил их, как из великой бездны. Из скалы извел потоки, и воды потекли, как реки. Но они продолжали грешить перед Ним и раздражать Всевышнего в пустыне, и скушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей. И говорили против Бога и сказали, «Может ли Бог приготовить трапезу в пустыне?» Вот Он ударил в камень, и потекли воды, и полились ручьи. «Может ли Он дать и хлеб? Может ли приготовлять мясо народу своему?» Господь услышал и воспламенился гневом, и огонь возгорелся на Якова, и гнев подвинулся на Израиля за то, что не веровали в Бога и не уповали на спасение Его. Он повелел облакам свыше и отверг дверь неба, и отождил на них манну, пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал он им пищу до сытости. Он возбудил на небе восточный ветер, и навел южный силу и своею. И как пыль одождил на них мясо, и как песок морской птиц пернатых, поверг их среди стана их, около жилищ их. И они еле присытились, и желаемо ими дал им. Но еще не прошла прихоть их, еще пища была в устах их. Гнев Божий пришел на них, убил тучных их, и юноше Израилю их не зложил. При всем этом они продолжали грешить, и не верили чудесам Его. И погубил дней в суете, и летая в смятении. Когда он убивал их, они искали его, и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. И вспоминали, что Бог их прибежище, и Бог Всевышний избавители их. И льстили ему устами своими, и языком своим лгали перед ним. Сердце же их было неправо перед ним, и они не были верны завету Его. Но он, милостивый, прощал грех, и не истреблял их. Многократно отвращал гнев свой, и не возбуждался ярости своей. Он помнил, что не плоть, дыхание которого уходит, и не возвращается. Сколько раз они раздражали его в пустыне, и прогневляли его в стране необитаемой. И снова искушали Бога, и оскорбляли святого Израилева. Не помнили руки его дня, когда он избавил их от угнетения. Когда сотворил в Египте знамения свои, и чудеса свои на поле Циан. И превратил реки их, и потоки их, в кровь, что они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их в саранче. Виноград их побил градом, и стекомору их льдом. Скот их предал граду, и стадай их молнией. Послал на них память гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов. Уровнял стезю гнева своему, не охранял души их от смерти, и скот их предал моровой язве. Поразил всякого первенца в Египте, начатки сил в шатрах хамовых. И повел народ свой, как овец, и ввел их, как стадо пустынию. Ввел их безопасно, и они не страшились, а врагов их покрыло море. И привел их в область святую свою, на гору сию, которая стяжала десница его. Прогнал от лица их народы, и землю их разделил в наследие им, и колено Израилев поселил в шатрах их. Но они еще и скушали, и огорчали Бога Всевышнего, и уставов его не сохраняли. Отступали и изменяли, как отцы их, обращались назад, как неверный луг. Огорчали его высотами своими, и истуканами своим возбуждали ревность его. Услышал Бог, и восполнился гневом, и сильно вознегодовал на Израиля. Отрянул жилище в селоме, скинив, в котором обитал он между человеками. И отдал в плен крепость свою, и славу свою в руки врага. И предал мечу народ свой, и прогнился на наследие свое. Юноша его поедал огонь, и девицами у него не пели брачных песен. Священники его падали от меча, и вдовы его не плакали. Но как бы от сна воспрянул Господь, как бы исполин, побежденный вином. И поразил врагов его в тыл, к вечному сраму предал их. И отверг шатер Иосифов, и колено Ефремова не избрал. А избрал колено Иудина, гору Сион, которую возлюбил. И устроил, как небо, святилище свое, и как землю утвердил он век. И избрал Давида раба своего, и взял его дворов овчих. И отдующих привел упасти народ свой, и Якова, и наследие свое Израиля. И он пас их в чистоте сердца своего, и руками мудрыми водил их. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но скорее долгом. Истинно так, богатый состраданием и незреченой в милости, ибо Ты сказал, о Христос мой. Верующий в меня будет жить и не увидит смертью в веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую, спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмеется же мне вера вместо дел Божий мой, ибо не найдешься никаких дел оправдывающих меня. Но вместо всех дел, да будет довольна вера моей. Пусть она отвечает, пусть она оправдает меня, пусть она садила к ней участникам славы Твоей вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что торг мне Твои, Слово Божие, у руки и защиты. Но хочу ли или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорее приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, очарив Матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некогда тот самый грех, и вновь послужить Тебе без длинности, как я прежде работал на сатану-блестителя. Буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу, во все дни жизни моей, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный в блести мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступить мне на взаимодержанность мою, не дай возможности злому демону, починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. Пусть это Ангел Божий, хранитель и покровитель перед моим душей и телом. Прости мне все, чем я скорбил тебя во все дни моей жизни. Если я с чем согрешил прошедшую ночь, защити меня на настоящий день и сохрани меня от всех искушений вражеского, чтобы мне не продвинуть Бога никаким грехом. И молись за меня, как Господу, чтобы Он отведил меня в страхе Своем и садил меня рабом, достойно Своей милости. Аминь. Аминь. Пресвятая Владычица и Моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ищтожного несчастного раба Твоего. Уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверные, лукавые и хульно помышленные несчастного моего сердца и помраченного ума моего и погаси пламя страстей моих ибо нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всех злого воздействия, ибо Ты благоценен от всех родов и Твое почестное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к Вам прибегаем скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословен и благословен плод чрева Твоего, яко родилась и Христа спаса избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, честна животворящего креста Господни, не остави нас грешных уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твое. Победа на сопротивное дару и Твое, сохраняя крестом Твоим жительством. Спасибо, Господи, помил от самого духовного родителя и сродника благодетели митрополита Марка Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Рея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Вадима, Зосима, Владимира, Максима, Андрея, Иглеба, не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Митрополита, Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корнирия, Александра, Деодора, Митрополита, Тихона, Илариона и весь священнический, иноческий чин и высшедистый служитель миссионеров к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам еще дай священника, рожденного свыше, который благовестниками, и место для занятия, смели власти воинства их, наведи страх твой на них, и через них сотвори благое церкви твоей, сохрани их от покушения на них, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, что было из чего уделять нуждающимся, и преобразуя сердца их в духовные, Владимира, Михаила, Жозепа, Рамзана, Владимира, Александра, Эрдегена, всех начальствующих и царствующих, ибо слово Божие вещает, какое строгое взыскание на суде Божьем будет с них за неправое управление народами. Слава тебе, Христе Божий наш, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные тобою. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверять с твоей заботой, твоему промыслу она. Ибо верующих в Тебя, рожденных свыше, водимых Духом Святым, исполняющим с радостью святые Твои заповеди, Ты дал наименование, сказав, святые мои, избранные мои, Боже, помоги нам оправдать эти чудные названия и быть в вечности с Тобою. Слава тебе за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Умудри, Господи, прожить истинно по слову Твоему сей день. Мы уповаем на благодать и милость Твою, Христе Божий наш, с радостью вошли в этот великий пост. Аллилуйя! Господи, сохрани наше жилище, исселение от пожара, воров, нечистой силы и повреждений. И благослови живущих там, Андрея, Игоря, Игоря, Владимиру дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа, и причудобы жителей с детьми, любящими, знающими уставы Твои святые, ходящих в послушание. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Чадаих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алифтину, Виктора, Александра, Александра, Сергея, Сергея, Юрия. Я тяжко, недуга, пьянство избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира. И найди потерянного Александра, укажи, живой ли он где. Блуждающих Алексея, Сергея, останови, дабы не кищились собственными грехами. Дай им страх Божий. Слава Тебе, Боже наш. Слава Тебе, милосердный. Найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марфу, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Благослови путешествующих, Раиса, Льва, Виктора, Александра, Галину. И сохрани их пути. И попадавших в аварию, Игоря и Елену, ты спас, защитил. Слава Тебе, Христе Божий наш. Хвала Тебе, милосердный Господь и Бог наш. Милости Твои ради. Не оставь. Я наше сокровище, эту общину интернетную, сохрани. Это содружество. Слава Тебе, Боже наш. Посети, Господи, болящих. Дай силу безропотно перенести страдания. И пошли им исцеление. Кирилла, Алексея, Сергея, Виктора, Виталия, Павла, Даниила, Надежду, Людмилу, Любовь, Надежду, Надежду и Надежду, Антонину, Александру, Неанилу, Возрена угроза врагов, На потоки лжи, изливаемые ими. Столько хуленей, На все, чтобы они видели, Произносят. И потоки этой лжи, да поглотит земля, Да не коснется сердец верующих. И в судный день не помяни их безумия. И по всем признакам, Страшно сказать, Не похулили и Духа Святого. И благослови благодетели наши, Воздаем добром всей жизни и в будущем, Елену, Елену, Абрахи, Евгения, Наталья, Надежду, Юрия, Эдуарда. Мы просили, Господи, Помочь нам переиздать Трехтомник Нового Завета С толкованием Боженого Феофилакта К истинному православию. И Ты позволил издать нам Помог проповедью в стихах. Еще просим, Господи, Помоги нам издать проповедью Во свете Святой Библии Переиздание книги для Слова Божия Нетуус. На Тебя уповаем И к Тебе прибегаем. Слава Тебе. Наш любящий Господь и Бог. Господи, благодарю Тебя За здоровье и за болезни. За друзей и за врагов. По Твоему благоволению Все это может оказаться полезным И спасителем для нашей Бессмертной души и укрепления ее. Слава Тебе, Боже наш. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Саввао. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышний Богу на земле Мир человека благоволения. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, За тот день, в который дал мне веру в Тебя, Страх пред Тобою и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, За тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование Святых Отцов и канон и Церкви, Как на истину. Аллилуйя. И вечности воздай милостью Всем, кто трудился над моей душой Возрастаниями в Тебе. Марию Степана, Александра, Михаила и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, Спасти нас молитвами Твоими свисыми И покроем оформлю любви От зависти нечестивых, От творящих различные пакости. Господи, воздай милостью всем, Кто помог нам совершить Миссионерские путешествия по многим странам, За свидетельствовать о любви Твоей И сделать важные подарки книгами. Благослови Виктора, Николая, Павла, Зинаида, Владимира, Дмитрия, Надежду, Людмилу, Сергея, Наума, Валентина, Самиру, Кирилла, Самирия и Тимуру, Да истинную Христову веру и русику. Аллилуйя. Дабы не верил же пророкам И молящихся об освобождении От злого духа русика и Ирину. Посети. Утешь. Дай им силу перенести все. Какое нападение враг совершил. Ведь ты нас всех предупреждаешь, Дабы бодрствовали над своей душою. Аллилуйя. Ангел Христов, хранитель мой смятой, Моли Бога о мне грешнем. Благодарю тебя, мой добрый ангел. Сколько лет ты хранил и защищал меня От видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, Когда душа будет разлучаться от тела. Приведи душу мою помытарцем, Страшным и непонятным, И введи ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христом, Моли Бога о нас. Господи, научи на житель бедности, Имея пропитание и одежду, Быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, Никому не завидовать, И каждому дару доброе жилье. Слава тебе, Милосердный Создатель, Просящих и получивших Жилища, Брата Михаила, Елену, Романа и Катерину. Благослови. Первые христиане не имели Ни одного храма на всей земле, Но они ежедневно собирались по домам, Вникая в Слово Твое, Прославляя дивные дела Твои, Господи. И благослови их, Чтобы там, где они находятся, Люди обращались к Богу. Смирись, соседи, Чтобы жилища были, как храм, Чтобы они не были там одинокие, Наши друзья. Хвала Тебя, наш Господь, Святитель Христов Никола, Мирликийский Чудотворец, Образ кротости и воздержания, Добрый архипастер Словесный Хавец, Моли Бога о нас И о нашей живности, Через который Господь Облегчает наше пребывание На этой земле, Как Юдори печали. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Ересей, Нох, Моисей, Савуил, Аарон, Иов, Авель, Ноя, Иосиф, Патриархи, Езранееме, Амус, Наум, Исаия, Иеремея, Варух, Изыки, Иль, Осия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Напан, Данил, Отрокий, Пророк, Михей, Абрам, Исаак, Иаков. Да исполнил Господь церковь свою, Духом пророческим, Дабы день прихода того нашего отшествия Не заставлась с неготовыми. Но чтобы он вышел на встречу Тебе, Боже, С горящими святильниками истинной веры И сосудами, полными илея добрых дел, Соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Молите Бога нас, Святые ангелы, архангелы, Херувимы, Серафимы, С Тебе небесные силы, Престолу Божию предстоящие, Святые апостолы, Петр и Павел, Евангелисты, Матфея, Марк, Луква и Иоанн. Да дарут Господь нам жажду Исследовать священное писание, Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, А они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога нас, Святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский усилий философ, Космай и Дамиян, Андрей Стротилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Арпимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, Сорок святых мучеников, Царь Николаев, Ситуя царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, Дабы никто не принял начертания Звери Антихриста, На щелую или правую руку, И взятых из семей И отправленных на полон, Благослови Никиту, Александра, Максима и Анна, И неведомых нам, Дару им истинное Духовное рождение, Чтобы они там были, Как светильники на подсвечнике, Как город на вершине горы. Напоминаем ежедневно повторять Откровение 13.10. Кто ведет плен, Тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, Тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение И вера святых. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Отцы Василия Великий, Григория Богослова, Ян Златоусов, Анастей Великий, Прим Сирин, Антоний, Макарий, Макарий Антоний, Феодосий, Корнилий Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серапин Саровский, Ян Тобольский, Анкронштадтский, Аншанхайский, Кирилл Мефодий, Иннокентий, Николай Макарий, Алтайский Пиларет, Иероним Стридонский, Все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Да укрепит Господь нас В святой православной вере. А замыслы Литякова и Сектанта Прозруша, Развея, Мечто преврати. Молите Бога На святых жены и девы, Фекла Фермомущенца, Фатина Самаринина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна Ирина, Ольга, Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроник Июни, Киприяна Устина. Да дарует Господь Женам и девам Послушание, Молчание, Целомудрие, Истередливость, И сохрани их От всяческого поругания И насилия, Исправни Покориево с Галиной, Семейство Евгения, Надежда, Людмила, Виктория Иоанна. И найди отпадших От истины, Возврати их На путь спасения Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамара. Покажи им, Что вне церкви Нет спасения, А церковь Только там, Где есть истинное Рукоположение Священца, Хератония От апостольских Времен. Вразуми их. Упокой, Господи, В обителях небесных Усопших Отец и братья наших Родителей, Стройников, Благодетели И всех Православных Христиан. Ибо нет на земле Человека, Который живя Не согрешил бы. И простим И всякое согрешение Вольное И невольное И душам Нашим Полезное Сотвори. Слава Тебе, Хвала Тебе, И с родителей, У которых Младенцы, И они Просят молиться О них, Чтобы они Росли Послушными Родителями, Были верующими, Стали Благовестниками Истины Твоей. Благослови Евсевия, Ездру, Марка, Игнатия, Ангелину, Алфея, Феодосию. Слава Тебе, Боже наш! Благослови Виталия, Никиту, Николая. Дай им желание Трудиться в поте лица, Добывая свой хлеб. И более всего Интересоваться Спасением Своей Бессмертной Души. Слава Тебе, Христе, Боже наш! Слава Тебе! Мы молились Об избавлении Мятежников, Натравлющих Людей Друг на друга. Алексея Ильи. И вот Одного нет. Ты, Господи, Исполнил Наши молитву. Покажи им Ту пропасть, Куда они Завлекают Людей Митингами И протестами, Ничего Не давая Взамен, Кроме вечной Погибели. Слава Тебе, Господи, За услышанную Молитву. И этого Илью там Разуми. Не дай ему Возможности Смущать людей, Где он Находится. Господи, Благослови Израиль И дай мир России, Украины, Белоруссии, Казахстану, Карабаху, Где смуты И мятежи. Научи Научи Наценить Это мирное Время, Которое У нас. Хвала Тебе, Наш Господь. Дивная Милость Оказана Нам И в этом Начале Нового Дня. Слава Тебе, Боже Слава Тебе, Прими Наши Молитвы Воздияния Рук, Как жертву Вечернюю, Благоухание Приятное Перед Пресловом Благодати Твоей, Божией. И соедини Наши Молитвы С молитвами Всех Святых, Молящих Тебе На небе Земле. Ты Бог, Сотворивший Этот мир И сохраняющий Его, Как Здесь Ждитель. Ты, Господь, Знающий Все Прежде Бытия. Услыши И исполни Ради Голговских Страданий И пролитой Крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа За нас Грешных. Прими И исполни Наши Молитвы О всех Заповедавших Нам Молиться О них. Спаси И помилуй. И мы Взываем О незаповедавших Кому Возвестили Слово Истины. Дай Им Твердо Понять, Что За гробом Нет Покаяния. Положим Это на сердце. И за Гробом Нет Примирения По Слову Твоему Боже. Тебе Хвала Слава Честь И Поклонение Отец Сын И Святой Дух. Аминь. Говори Господи Владыка Слушают И Дослышат Рабы Твои Голос Твой. Ефрема Сирина. Молитва Ефрема Сирина. Господи Владыка Живота Моя Дух Праздности Уныния Любоначалия Празднословия Сребролюбия Не дожми. Дух Целомудрия Смиренно Мудрия Терпения И любви Даруй Миробу Твоему. Ей Господи Царю Даруй Зрите Моя Прегрешение И не Осуждайте Брата Моего Ибо Ты Благословен Во веки Веков Аминь Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Нас Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй Меня Грешен Слава Тебе Наш Бог Иегова Авва Очи Свят 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 Господь Саввов Аллилуйя Ибо Нет Иного Бога Кроме Тебя Хвала Тебя Наш Господь И Бог Слава Тебе Милосердный Создатель Прости И Помилуй Грехи Тайные И Явные В Уме И В Помышлении В Одне И В Ночи Ибо Ты Благ И Человек Олюбец Благодарим Тебя За все Твою Милость И Щедрот И Христе Божий Наш Ибо Нет Иного Бога Столь Любящего Создания Своего Как Ты Христе Божий Наш Господи Владыка Жботам Дух Праздности Уныния Любоначалия Празднословия Не дашь Сребролюбие Дух Целомудрия Смиренно Мудрия Терпение Люби Даруй Миробу Твоему Ей Господи Царю Моего Как Облагословенности Во веки Веков Аминь Так Говори Господи Владыка Слушают И Дослышат Рабы Твои Голос Твой Аминь Аминь Мир Всем И Доброе Утро Отчет Даем За вчерашний День Господь Положил На сердце Подарить Кистену Православию Священникам И во время Вечернего Богослужения Воскресенье Получается Уже Позавчера Мы взяли С собой Тридцать Книг Кистену Православию Третье Издание Вот это Последнее Я уже говорил И как Думали Как это сделать В какой момент Передать Владыка все Взял в свои руки Серги И было все Конечно Лучше всех Вариантов Какие у меня Были Он видит Как дальше Сказал Где поставить Сумки Поставил Студента Семинариста А наши Стояли Там Ничего Не сняли Я только Зашел Сзади Там Видно Книги Раздают Ну Не в этом Дело Ну Не хватило Священников Больше Оказалось Я сказал Владыка Раз Когда К Христу Подходили Надо Им Как-то Дать Ну И вчера Мы Были В метрополии Метрополита Видимо Не было И мы Отвезли Подготовили К этому И визиток Столько За 40 Еще То есть Итого Получилось 70 По нашим Расценкам Это нам Ну Мы не боимся Говорить об этом 154 тысячи Не имея Ничего Павел Говорит Нищий Говорит Но мы Всех Обогащаем И только Один священник Спросил Оплатить Надо Ну Это Подарок Это Господь Так Делает И мы Там Побыли Книги Разложили На столе Владыка Придет Увидеть Там Вот С секретарем Поговорили Телефон Еще раз Оставили Когда Владыка Говорил Что поменять Адресами Телефонами Ну И Может быть И Уже И потеряно Было Вот Так мы Начали Вчера День Ну и Вчера Первый день Было Пять часов Вечера По местному Барнаульскому Времени А по-московски Это Час Дня Четыре часа Разница Андрея Критского Четвертая часть На четыре дня А уже На пятой Неделе Там Будет Полностью В один День Считать Только Считается Там Девяносто Процентов Пустую Идет Никто Не знает Ничего И Вот Петр Мещеринов Об этом Говорит В обыкновенном Так Говорит Богослужение У нас Восемьдесят Процентов Пустота Мы говорим Народ стоит Никто Не знает Ничего И Устроит Как-то Господь Но У нас Андрея Критского Считается Не просто Как везде Господи Помилуй А по милости Божией Господь Открыл Почему Он написал Его Он Утвердил Анапиму Шестому Вселенскому Собору И потом Глаза его Открылись И вот Господь Высек из него Этот псалом Как вот Пятидесятый Это канон Пятидесятый Псалом У Давида После согрешения Когда отнял Чужую жену А мужа Убил Отправил На фронт Бросил Его там И здесь точно так же И поэтому Молитва трех ступеней Это просительная Дай Помоги Спаси Сохрани И благодарственное За все благодарите И третья Ангельская ступень Славословие И у нас По трем ступеням Так идет Ну Первая Помилуй меня Боже Помилуй меня Это Учебники есть Везде можете найти Зарядите только И там Патриарх Как молился А вот на второй На третьей Еще никак не могут Пробудиться люди Я уже скинул В интернете Если кому Надо Чтобы у вас Лично было Мне тут Потом как-то Брякнете Что мне надо Два слова хотя бы Хотя я вчера Где-то разослал Ну не меньше Наверное Человек пятьдесят У нас больше И кому-то Хочется И другим Показать В песенном виде Откройте Откопируйте И молитесь На бумагу Можно все перевести Ну и сегодня У нас Это вторая часть Читает Игорь Владимирович Добунов Мы снимаем Отдаем Воскресенье В администрацию Свою Ну и там Позже поставят А Елена Гладычук Она Онлайн называется Прямо Как было Так и есть Так что Смотрите Время сегодня Такое Что Мы не знаем Что будет Завтра Вчера Уже дали Статистику Голосования 87,33% Набрал Нынешний Президент Ну остальные Там Так 3% Там еще есть Чтобы вместе Было 100 Ну и только Закончилось И столько Клеветы пошло Со всех сторон Ну сатана То не дремлет А это там Вбросы Это недействительно Человек Вот арестуют Там на месте Сейчас Ты говорил Ну как говорил Там видно Что ты говоришь Утверждаешь Что так нет Теперь докажи Если не докажешь 19 лет тебе То что Который Навал Ушел Безумный Переводится его Фамилия Безумный Первый Царств 25-25 И все В ногах Будет ползать У любого Жандарма Не знает Ничего И там Кто только Может Тот всячески Сквернит Президента Сохрани Бог Верующих Заниматься Этим Написано Незлословие Начальствующих А что делать Молись Ну ты Сказал Во-первых Ты там Не был А теперь Вот бросают Когда показали Как они А теперь Голосуют Ну Как Умывальность Такая Сделана Вверху Там Щель А дальше Все Стекла И там Видно Что ни Один Лишний Листик Не упадет А то Приходят Туда Некоторые Пачками Спускают Под присмотром Очень во многих Главных Городах Были Иностранные Свидетели Почему допускают Ну чтобы не говорили А нет Это не влияет Ну Принято так Поэтому Идет сплошная Тогда всего Четыре кандидата Это Ну в Америке Всего два Чего уж говорить У советских Один был Там выбирать Некого было Здесь четыре Было депутата Но они набрали Мало Ну как обычно После За Окончание Когда Голосование пройдет Президент новый Тех которые оказались Меньше Он им дает Какие-то важные должности Это Люди которые Избраны Целым обществом ЛДПР От КПРФ Ну знаете что такое Там был Главный До этого И тут интересно Там один Которых из четырех Один Слуцкий Я думаю Неужели его звать Леонид Посмотрел буквалы Это редкое имя А почему У меня фотография Если рядом с ним стою Он был Хозяином Недвижимости Имущества Алтайского края И когда я вот эти дома Получал Он вместе с мэром Бавариным Владимиром Николаевичем Стоял рядом Чтобы все Законно было Сфотографировались Так что у меня Один из них Даже знакомый Лично А уже Президенту Я отсылал Через их Тут есть такое Место президента Начитанная Библия Архипелаг ГУЛАГ То есть у меня Очень много 50 книг Примерно в аудио Восьмидесятые годы Ну и Я однажды Президента Этого-то Владимира Владимировича Считаю Он говорит Когда в самолете У меня есть возможность Кажется Послушать Возможность есть Я подумал Не мои ли там У него диски Крутятся А сейчас Там можно это сделать Специалисты Вообще Легко слушать Вот Некоторые Насчитывают Библию Там музыку И мне уже Не раз говорили Красиво И интересно А до души Не доходит Вот я когда был За рубежом Митрополит Виталий Устинов И он говорит Однажды мы Он Щтецом был Рукоположен Карташов Профессор И предложили Сказать На каком-то совещании Проповедь Проповедь Насыщена была Данными Полезными Но Все было Холодно Сердце Не тронуто Вот так Я сегодня Увидел там Сколько против меня Бунтует Лут Напрополую Но всякую Гадость Говорят И прямо И конца края Нет сколько роликов И те люди Которые говорят У них ничего нет Я многих знаю А почему Орудие дьявола Другого нет слова И тоже Выставил Нашелся Кажется Николай Астахов И так Книга как бы Открывается И там Все это по порядку Все документировано Талант Я Знать не знаю А тут Прямо сражение Настоящее Но Которые хорошие То что Обо мне Сказал Головин Владимир Когда его Не отлучали Что еще До отлучения Сказал Андрей Кураев И там Такие Олег Стеняев И все это Собрали Так это Стройно А то что Хороший Обо мне Написал Местный Митрополит Все сразу Недурги Крышуют Преступники Разницы Никакой Нету И что Он обо мне Дал хорошую Характеристику Это Никакой роли Не играет Почему Потому что Это награда Вот О нашем Уповании Подражание Христу Фома Кимпийский Подробно Это пишет Когда просим У Бога И даст Тогда мы славим А когда Не даст И когда Вместо просимого Получишь Тебе Достанется Будешь славить А вот поэтому Тут награда Из девяти Блаженств Самое Драгоценное Последнее Когда будут Гнать Поносить Неправедно Злословить За имя моё Так это не за имя За имя Я был бы не верующий Я бы здесь и не был И ни одной статьи Не было Ни одной книги Не было Это его Это образ Христов Отображается в нас В нашем делании Так что тут никак Это награда И за это надо Благодарить и радоваться И чем больше Эти гонители Искусители Там выступает один Он у нас был В общине Потеряльки Страшный человек В физическом смысле Развратник И когда всё Обнаружилось И всё созналось И он теперь Все силы Бросил против меня Была жена Здесь Вырвал её Там Ну больше Ничего И составляет Ролики От еретиков Вообще Это достоевская Говорит Чем сильнее Хочешь кого-то Уязвить Обвиняй его Своими грехами А у тебя Будут Только ты же Про себя Говоришь А ты ничего Не говори Прославь Бога Я славлю Бога За всех гонителей Я каждый день Об этом молюсь Потому что Они плетут нам Венец Правды Златоуз Павел говорит Поприще Окончено А теперь Готовится Венец Правды Который Бог Уготовил Для всех Любящих Его Так и Понимать Надо Вот У нас После Утреннего Морения Всегда считается Слово Божие Вы видели Сколько Мы делали Земных поклонов Я больше не мог У меня Операция на позвоночнике Была еще Две грыжи Тогда я не могу Даже одеться Раздеться Ну Раньше я делал Три поклона А сейчас Шестнадцать Вот Господи Владыка Живота моего То есть На лучшее Пошло дело Ну а все Поклоны Никак А вот Володя Рядом Вы видели Он из-за меня Рядом Поднимается Я специально Не выключил Видео Чтобы Увидели Где А сколько Поклонов Чем больше Тем лучше Протопов Делал По тысяче Иногда Три тысячи Я уже Говорил об этом Ну и смотри Я знаю Дьявол Очень боится Боится этого Потому что Кланяясь Ему И мы говорим Кресту твоему Поклоняемся Он терпеть Не может Вот есть Такой ролик Один Интервью С дьяволом Там может быть Артист Это нет Даже не верится Прям дьявол Настоящий Когда его Спрашивают А что дальше Будет У вас Он когда Придет Он уничтожит Меня То есть О Христе А кто главный Враг Он вот так Вот Папиросу Там Газ Сигарету Зажал Это тот Которого Я распял Вот То есть Сознанием Писания Все это Я так думаю Что это Настоящее Итак Наши сокровища Открыты Нам нужна Молитва Чтобы Господь Позволил Издать Проповедь Во свете Святой Библии Денег нет На те Мы как-то Накапливали Брали Сейчас покупки Нигде нет Или мы сюда Отвлеклись сильно Вообще Нету денег Вообще У меня Сколько там Осталось Тут надо Дом ремонтировать Он На фундаменте Под гнило Седает Тоже у меня Забота Вот Может Кто-то знает Как Менять Бремна У деревянного Дома Совет Дайте Там Напишите Я сам Прораб Но никогда Не приходилось Этим заниматься Ну государственное Промышленные Гражданские Строения И кто так Не делает Если Почва Слабая Песон Забиваются Сваи А потом Бетонируется С одной площадкой Вот так А это деревянное С одной стороны Как-то сделать Надо Вернее Приподнять Это все Стоит денег Где достать Итак Наши Сестры А они Попеременно Считают Слово Божие Утром После моления Хапилина Валентина Сергеевна И Симоненко Ольга Николаевна Я вижу Обе здесь Итак Я даю Семь секунд У кого есть Супер Срочное Что-то Спросить Потому что Я запурхал С основной Работой Некоторые Взяли Проповеди И не возвращают Сейчас их Вытряхивает Девора И у меня Уже больше Пятидесяти четырех Уже пять Пятьдесят пять Их накопилось Это их Я должен Теперь Молотить От края До края А там Проповеди Есть такие По час Почти Столько ошибок Там Ну Никто так Не выправит Как хозяин Там Есть Пропуски И люди Не знают Что там Поставить А я сразу Вижу Где-то Что-то Можно Поставить Итак Помолитесь Об этом Тоже Как-то Закончить Надо У Вячеслава Там Занятия Он заканчивает За второй курс Ему разрешено Два курса Сделать Два И вот Что там Помощь Какая Нужна Что-то Еще Егора Высказалась Что-то По электронике Он и так Понимает Хорошо Но там Что-то Видимо Другое Видите Как Вот Два курса И следующий Год Он сразу В четвертый Поступает Завершающий Это Не Академия Редактор субтитров